Здравствуйте, уважаемые телезрители! 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Сегодня это в центре нашей программы. Руслан Загитович, первый вопрос к вам. Давайте мы поймем, где мы находимся. Сколько коррупционных дел расследовано полицией, наверное, за минувший год? Здравствуйте. В текущем году продолжается реализация мер, как практического характера, направленных на противодействие коррупции и обеспечения экономической безопасности, согласно указанию президента Российской Федерации о национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы. За истекший период 2019 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 140 преступлений коррупционной направленности. Из указанного количества коррупционных направлений сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 102 преступления. Из указанного количества дел в суд направлено 74 уголовных дела, в том числе из которых 59 уголовных дел выявлены сотрудникам экономической безопасности и противодействия коррупции. Кроме того, за истекший период увеличилось количество преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и органов местного управления. Это с 31 до 49. Кроме того, более чем в два раза увеличилось количество документов фактов взятничества. Это с 18 до 38. И более чем в три раза фактов получения взяток это с 10 до 34. Общая сумма взятки в этом году составила средний размер 96 тысяч рублей. Размер причиненного ущерба по преступлению коррупционной направленности, выявленной сотрудникой экономической базы против коррупции, составил более 7 миллионов рублей. Ущерб полностью возмещен государству. Татьяна Евгеньевна, что за этой статистикой кроется? Какие самые резонансные дела расследовались в этом году? Одним из наиболее резонансных уголовных дел хочется отметить. Это уголовное дело по обвинению генерального директора и учредителя одной из фирмозастройщика города Ульяновска, который на протяжении длительного периода времени получал денежные средства от граждан и юридических лиц на сумму более 300 миллионов рублей. Свои условия договорные этот человек не исполнил. Настоящее уголовное дело было направлено в суд и вынесен обвинительный приговор. Еще хочется отметить об одном уголовном деле. Это уголовное дело по обвинению трех бухгалтеров, которые длительный период времени систематически похищали денежные средства, принадлежащие строительной компании, причинив ущерб на сумму более 17 миллионов рублей. Данное уголовное дело также направлено в суд. Сложность представлялась при расследовании этого уголовного дела в том, что люди обладали специальными познаниями в области бухгалтерского учета, умело вуалировали свои преступные действия. На следствии выдвигали ряд трудоемких и объемных версий, которые необходимо было следствию опровергать. Большое количество пострадавших, видимо, если это долевое строительство. Долевое строительство, да. По этому уголовному делу признаны потерпевшими более 200 лиц. Спасибо. Руслан Загитович, два примера и недвижимости строительства. А еще в каких сферах деятельности процветает коррупция? В настоящее время у нас, если приводить примеры из выявленных преступлений, можно обратить внимание на следующее. В 2019 году в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками экономической безопасности противореческой коррупции задокументированы факты получения взяток в крупном и особо крупном размере должностными лицами государственных предприятий за заключение контрактов на поставку товаров и оказание услуг с контрагентами указанных предприятий. На основании результатов оперативно-расследовательной деятельности Следственного управления Следственного комитета России Пулионской области возбуждены уголовные дела по части 5, часть 6, статье 290 Уголовный кодекс РФ – это получение взяток в крупном и особо крупном размере. Дела направлены в суд, вынесены в винительный приговор судов. А куда обращаться к гражданину, если он узнал о фактах коррупции? И вообще, что считать коррупцией? Как это классифицировать? Подарок доктору – это коррупция? Подарок у нас, так сказать, регламентирован гражданским кодексом. То есть ценность подарка, согласно гражданскому кодексу, не должна быть более 3000 рублей. Кроме того, в настоящее время на территории РФ действует федеральный закон о противодействии коррупции номер 273 от 2008 года, в котором четко прописано и указано, в каких случаях вести себя государственным муниципальным служащим при таких, так сказать, действующих странах граждан. Куда обращаться граждане? Обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, в дежурной части Управления Министерства внутренних дел России Паулианской области, а также в территориальный орган внутренних дел по местонахождению гражданина, которому стал известен факт коррупции. Телефон Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 2738-02, дежурная часть УМВД России Паулианской области 42-29-60. Татьяна Евгеньевна нам сказала, что очень сложно распутывать коррупционные дела, особенно если это связано с бухгалтерской деятельностью. Ну и, конечно, и другие-то не менее сложные. Вот в чем эта сложность? В специфике той отрасли, где это производится? С точки зрения криминологии, коррупционные преступления – это всегда корыстные преступления. Как проведенным исследованием российскими учеными, разделяет коррупцию на три типа. Это белая, общепринятая, серая, осуждаемая и черная, осуждаемая законом и обществом. К таким можно отнести такие сферы, как здравоохранение, образование. То есть это те сферы, в которых граждане сталкиваются в повседневную жизнь. Так называемая бытовая коррупция. Другие сферы – это коррупция в контроле надзорных органах, а также в органах государственной власти. В связи с чем? В России, как отмечают специалисты, у нас коррупция светлеет. То есть общество принимается как обычное явление, то есть общественно приемлемое. В связи с этим данная преступность высоколатентная, то есть носит скрытый характер. И учитывая изложенное, документированное указанное преступление является сложным. И поэтому является одним из сложных направлений управления экономической безопасностью и противодействия коррупции. Ну, сколько было возмещено ущерба, мы у вас услышали сумму, Татьяна Евгеньевна, а насколько сложно этот ущерб востребовать с коррупционера? Тоже какие-то правила на этот счет существуют? Ну, собственно говоря, одним из приоритетных направлений по уголовным делам коррупционной направленности является возмещение ущерба. Разработан специальный алгоритм проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют эффективно установить наличие имущества, на которое в дальнейшем необходимо наложить арест. Задача следователя – своевременно обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых лиц. В данном случае устанавливаем наличие и движение расчетных счетов, наличие ценных бумаг, зарегистрировано официального и неофициального имущества, которое может находиться в собственности также и у третьих лиц. Коррупционные дела, наверное, очень сложно вести, потому что постоянно ощущаешь давление. – Хочется отметить, что одним из негативных проявлений при расследовании уголовных дел данной категории является противодействие следствию. И ярко оно выражается при допросе лиц, которые находятся в служебной подчиненности наших подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, лица коррупционеров – люди с высшим образованием и обладают определенными связями, которые также могут оказать противодействие следствию. Но есть определенные методы работы следствия оперативно-розыскных служб, которые позволяют данные негативные проявления пресечь. – Руслан Загитович, портрет коррупционера – кто же этот человек? – Если составить психологический портрет из практики документирования, то, как правило, это активные, энергичные, инициативные, коммуникабельные люди, очень устойчивые в стрессовых ситуациях. Как правило, это лица, как уже было сказано, с высшим образованием. Как показывают исследования, 84% взятничников не злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами, в бытовом условиях ведут себя, то есть корректно не нарушают общественный порядок. – То есть это расчетливые люди? – Да. Ну, это, соответственно, делает вывод тому, что без этих качеств он бы не добился должностного положения. Здесь вот проверочное слово – должностного положения, в штате которым оно потом используется в преступных действиях человека. – То есть это человек, наделенный властью? – Так точно. – Жизнь заставляет, толкает на это преступление? Или мошеннические схемы вот эти разрабатываются заранее? – Ну, как уже говорилось, основное – это корысть, то есть жажда на жизнь. – В первую очередь. – В первую очередь, да. – Спасибо вам, уважаемые гости, за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о том, что 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова